Еще раз доброе утро всем! Вы смотрите Утро на колесах, если только что к нам присоединились. Это первый городской канал. Утреннее шоу, в которое можно звонить, с нами можно общаться, приходить на Площадь Победы, на которой мы находимся прямо сейчас. И все это возможно здесь. Да, Даша, а как думаешь, бывают такие люди, которые включают телевизор, не понимают, что они смотрят? Даже те люди, которые уже немного проснулись. Это я по утрам, мне кажется. Я даже не понимаю, какой день, год вообще, где я иногда. Даже дома. Чья это квартира? Чья это квартира, думаю я. Зачем Алексей эти тайны? Друзья, для тех, кто знает, где он живет, чья это квартира, и знает, что он хочет от жизни, мы вас всех приглашаем 8 февраля на Дмитрия Донского, 42, на кастинг в офис Первого городского канала, где каждый из вас, своих друзей тоже, да. Может нас подсидеть. Ну почему сразу подсидеть? Может сидеть здесь вместе с нами. И, друзья, приходите, покажите, на что вы способны. И, может быть, в ближайшее время вы будете вместе с нами вести проект Утро на колесах, может быть, какой-то другой проект. Может быть, вы придете вообще со своим проектом, с какой-то идеей, которую мы с удовольствием реализуем. Почему? Я говорю мы, как будто я ее реализую. Мне кажется, ты проводишь кастинг только что, вот у тебя так получилось как-то? Если бы меня хоть раз попросили провести кастинг, я бы не отказался. Я представляю, кто бы работал на Первом городском. Ни одного мужчины, только девчата такие. И все, как я, такие красотки. Я вам хочу вот еще о чем сказать, что немаловажно, что лучший, лучший кандидат будет зачислен в школу. Лучший кандидат. Один. Да. Будет зачислен в школу ТВ абсолютно бесплатно. Вот так вот. В феврале, она, кстати, говорят, стартует. У вас есть возможность попасть туда не на основе кастинга, а по собственному желанию. Ну, несколько. Да, а все остальные, кто не смогут попасть бесплатно, естественно, смогут попасть в школу ТВ за небольшие взятки. Вот такая ошибка. Которая вкладывает. Можно вкладывать свои документы. Да, хотелось бы, наверное, нам, собственно, с вами поговорить еще и о том, что есть у нас новости от шефа. Вот такая постоянная рубрика, в которой мы узнаем не только новости Калининграда и нашей области, но еще и самые важные, серьезные, международные, российские. Все, как мы любим. Давайте послушаем Дашу Викторовичу, которая собрала эти новости для вас и для нас. Ну и передаем ей слово. Да, дарит тебе слово. Доброе утро, Дарья, доброе утро. Алексей, есть новости, с которыми я спешу с вами поделиться. И начну я с событий, которые произойдут вот-вот в курортном Зеленоградске. В этом городе поставят тумбы для афиш с аудиогидом, которые расскажут, где перекусить и на что туристам посмотреть в городе. Устройства будут круглой формы. На стенках можно будет крепить объявление. При этом умный гид монтирует прямо вовнутрь этого устройства. Следующая такая новость резонансная. Мне, кстати говоря, интересно узнать и ваше мнение. Так вот, князь на людской суд, председатель горсовета Андрей Кропоткин не исключает проведение референдума по установке памятника князю Владимиру на площади Победы. Однако глава горсовета сомневается в активности калининградцев по этому вопросу. И решение, окончательно будет ли установлен памятник князю Владимиру, будет решен 1 февраля. Далее, прекрасная новость для тех, кто любит путешествовать и отправляется, точнее в ближайшее время отправится в нашу столицу. Так вот, билет на поезд дальнего следования подешевеет на 10%. Плацкарда Москвы обойдется в 2935 рублей, в купе 4077 рублей. Льготные тарифы сохранятся до 26 апреля, кроме дней февраля, которые у нас будут праздничные. И последняя новость для тех, кто активно пользуется интернетом. Теперь в Калининградский зоопарк можно будет купить билет онлайн. Сервис организовали по многочисленным просьбам посетителей. Оценить его работу, внести свои предложения. Возможно, какую-то критику можно будет через анкету на сайте Зверинца. Вот такие новости, ведущие. Вам слово. Спасибо тебе, Дарья, за то, что всегда готова поделиться с нами новостями. У нас сегодня вообще много поводов для радости. Ну, например. Ну, во-первых, Татьянин день. Давай. Нашему руководителю зовут... Давай, я пальцы буду сейчас. Да, нашему руководителю зовут Татьяна. Мы ее поздравляем и всех, кто относится к студенчеству, и кто называет и носит гордое имя Татьяна. Всех вас поздравляем с праздником. Да, но в первую очередь нашего руководителя. Танечка, с праздником тебя, с оттенним днем, оставайся такая же красивая, замечательная. И не ругай нас. Во-вторых, у нас сегодня такой праздник, который может быть... И, во-первых, человек, которого вы не видите, наш камерамен, который всегда, каждое утро с 7 до 9, находится здесь. Давай, я хочу загрузку. У Руслана, у нашего оператора сегодня. Ура! Это тебя? Это чувак, который делает дело круто, правда? Без лишних слов, обратно внимание. Ему не надо напоминать, что делать, он сам тебя поставит, куда надо, и сам скажет тебе, что нужно делать. Если нам удастся, я думаю, что мы попробуем его сегодня самого. А как он, да, одной рукой снимает камеры, а другой хеликоптером управляет. Что такое хеликоптер? Ну, это штучка, которая летает и снимает. Квадрокоптер называется? Да. Кто такие хеликоптером управляет? А еще у нас сегодня на телеканале не один день рождения. У Насти Ореховой, у нашего... Не у Насти... Да, у Редактора, которая Крепкий Орешек и Классный Орешек, я бы так ее назвала. Настюш, шлем тебе поздравления из нашей мобильной студии, тоже все тебя поздравляем. Поэтому, ребята, пусть с сегодняшнего дня начнется какая-то особенно классная история в вашей жизни. А это единственное, что ты придумал, Вася Ореховой назвать Крепким Орешком в день ее рождения. Нет, Классным Орешком, по-моему, даже лучше, чем Креп. Я хочу рассказать еще и еще об одной хорошей новости. Знаешь, что у меня не все. Стало известно, стало известно дата первой игры сборной Калининградской области в высшей лиге КВН, добрались до вышки. Все КВНчики, все поклонники КВНа, кто смотрит по первому каналу, кто любит латышский КВН. Кто любит болгарский, норвежский КВН, всех поздравляем. Но в первую очередь нашу сборную Калининградской области, которая наконец-то вышла. Но это уровень, ребята, не зря все-таки Кевин приехал в Калининград, да, мне кажется, потому что, ну, как-то это приятно. Символично, согласись. Да. Клопс нам сообщает, наш любимый интернет-портал сообщает нам о том, что стала известна даже дата. Дата первая. Дата. 14 февраля, любовная дата выбрана. Одна восьмая финала, ребятушки. И, собственно, я хочу сказать, что наша команда попала в высшую лигу по результатам гала-концерта фестиваля Кевин 2017. Прошествовала 22 января в Сочи. Так. Вот так. А команды, с которыми они будут соревноваться в одной восьмой, мы озвучивать? Мы можем озвучивать, можем не озвучивать. Я думаю, что люди могут уже, да, сами перестать радую информацию. Такая радость, если мы все равно выйдем дальше. Было бы здорово, если бы мы прошли. Я прям была бы очень рада, потому что у нас так классная команда. В общем, держим за вас пальчики. И кулачки. Правильно? Правильно так? Нет. Я бы что-то прошел. Еще нет. Просто мне кажется, вот сегодня я Алексею за кадром говорю, что он такой, вот должен зайти сегодня куда-нибудь и победить кого-то. Потому что, да, такой байкер, знаете. Тоже такой немножко Брюс Уиллис. Твои слова, да богу в уши. Вот, вот. Ладно, подожди, ради тебя сегодня побежу. Опять ситуация! Как правильно? Звоните нам. Телефон 994929. В любое время с 7 до 9 утра мы здесь вас ждем. А пока мы тут ла-ла-ла, 3 рубля. У нас, между прочим, уже рубрика «Хорошие новости» на носу. И Ира Шель поймала какого-то прохожего, который готов с ним. Мне отдал слово Ире, в 8 утра разыграем подарочек. Звоните. Доброе утро. Вот пришло время рубрики «Хорошие новости». И я уверена, что новостей у нас таких целая тьма. Со мной рядом девушка, очень симпатичная. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Кристина. Очень приятно. Я Ирина. Кристина, давайте, наверное, поговорим. И начнем наши «Хорошие новости» с одной очень важной и приятной для нас всех новости. Это мы поздравляем нашего оператора Руслана с днем рождения сегодня. Давайте, Кристина. С днем рождения! Мы желаем ему всего-всего самого хорошего в этой жизни. И чтобы он никуда от нас не делся. И радовал нас своей лучезарной улыбкой и замечательной работой. Но и все-таки, какие еще, кроме этой новости, есть у вас хорошие новости? Новости? Ну, даже не знаю. Постоянно дни рождения, какие-то подарки надо. Вообще такой месяц и зима такая. Все время куда-то бегаешь. Короче, праздники продолжаются? Праздники продолжаются. После Нового года все. Значит, всех друзей с днем рождения. Да. А еще у нас хорошая новость. Это сегодня праздник. Конечно, день студентов. Мы всех студентов поздравляем с Татьяниным днем и, соответственно, с днем студента. Кристина торопится сейчас на учебу. Я ей выручаю витаминки от нашего спонсора. Кстати. Сеть аптек для бережливых. И что вы вспомнили? У моей учительницы сегодня день рождения. Вот. Татьянин день. Замечательно. Поздравляем вашу ученицу. Как зовут? Ирина Александровна. Ирина Александровна, с днем рождения вас. Держите витаминки, Кристина. Я вас отпускаю. Всего вам хорошего. Хорошего дня. Бегите. Учитесь хорошо. Пока. Ну, а мы предлагаем вам сейчас посмотреть рекламу.